Вначале Бог Сотворение в 21 веке Добро пожаловать на программу «Сотворение в 21 веке». Меня зовут Карл Бо, я являюсь основателем и директором музея свидетельств сотворения, расположенного в городе Гленн-Роуз, штат Техас. Во время нашей сегодняшней программы мы отправимся в путешествие по древним тропам Израиля. Мы пройдемся по таким из них, по которым вы либо мечтали пройти, либо просто не слышали о них. Если так, то после этой программы вам очень захочется по ним пройти. У меня особый гост, он уже был у меня на прошлой программе, после чего многие из вас написали нам. Как вы знаете, во время нашей программы мы пытаемся ответить на ваш вопрос. Я пытался ответить на вопрос, пришедший нам из Иллинойса, а именно от Рона. Сегодня у меня есть его письмо, мы уже частично ответили на его вопрос. Но чтобы полностью ответить, нам придется отправиться по древним тропам Израиля еще дальше и найти то, что там происходило. Как такому маленькому народу удалось оказать такое большое влияние на древний мир? Почему Бог даровал свое имя и свое покровительство этой невероятной стране? Почему эта страна вызывает столько противоречий? Ведь стоит ее жителю достать носовой платок, как об этом сразу же будет доложено. Я говорю об этом вполне серьезно. Я много раз бывал в Израиле, и всякий раз, когда я приезжал туда, там всегда что-то менялось. Например, там как-то поменялись дорожные знаки. Об этом написали газеты по всему миру, после чего начался большой скандал. Эта маленькая страна находится в самом сердце споров и противоречий. А еще она находится в сердце самого Бога. Потому что Бог приготовил для Израиля нечто особенное. Именно об этом мы и говорим на программе «Сотворение в 21 веке». Сначала я читаю вам один из вопросов, который присылают к нам в музей, а затем мы вкратце пытаемся на него ответить. Но чтобы ответить на него, нам часто требуется целая программа. В прошлый же раз нам не хватило даже одной программы, чтобы адекватно ответить на этот вопрос. Это письмо начинается со следующего. Рон и его жена пишут нам. Нам кажется, что Священное Писание было дано нам Богом. Чтобы Он смог явить нам Себя и Свои цели. Да, в этом вы правы. Вопрос же его звучит так. Как вы думаете, обещание, данное Аврааму в книге Бытие, 12 главе? А обещание это звучит так. «Авраам, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Так вот, ограничивается ли это обещание, которое первоначально было дано Аврааму, только его жизнью, или направлено и сегодняшнему Израилю? Давайте же узнаем это. Давайте отправимся дальше по древним тропам Израиля. Давайте же выясним ответ на этот вопрос. Я хочу поприветствовать моего дорогого друга, доктора Джона Тернера. Доктор Тернера, я очень рад тому, что вы смогли сегодня прийти к нам снова. Я тоже очень рад. Вы были у меня на прошлой программе, и вот пришли к нам вновь. Вы просто не представляете себе, сколько людей написали нам за это время. То, о чем вы говорили нам, шло просто от сердца к сердцу. Итак, вы являетесь исполнительным директором организацией Father's House Educational Foundation. Я знаю, чем занимаются исполнительные директора. Знаю, что вы исполняете свои обязанности в Израиле, и не только там, но чем именно вы занимаетесь в организации, о которой мы говорим. Мы помогаем разным церквям, помогаем пасторам совершать сообразовательные туры на Святую Землю и увидеть, какую важную роль играют археологические раскопки в понимании Священного Писания. Они берут с собой своих прихожан. Мы много раз видели, как целые церкви менялись из-за того, что начинали понимать корни Израиля еще глубже. Так это и происходит во всем мире. Сначала люди познают эту истину, и потом уже она их освобождает, как и сказал нам в свое время Иисус. Я вас отлично понимаю. Давайте попробуем сегодня изменить и наших зрителей, ведь сегодня мы поговорим именно об археологических находках. В прошлой программе мы уже говорили об этом, и сегодня мы двинемся дальше. Говорили о докторе Моше Бронштейне, который проводит туры по Израилю. Расскажите нам, что это такое? Вот здесь. Каменное сооружение. Древняя ритуальная купальня. По-еврейски это называется миква. Это очень важная составная часть еврейского богослужения. Она используется для ритуального очищения. Это символ того, что перед Богом мы должны очиститься. Это такой ритуал. Эта миква находится в Массаде, а это в Кумране. Расскажите нам вкратце об этой микве, кумранской. Здесь мы можем видеть, как можно получить доступ к Богу. В нее заходят с этой стороны. А, то есть с западной стороны. Тут даже есть барьер. Они омываются в этой купальне, а затем выходят с восточной стороны. Это просто прекрасно. Давайте сейчас поговорим о самой большой ритуальной купальне, о самой большой когда-либо созданной микве. Что это такое, Джон? Это купальня Силаам. Именно здесь Иисус исцелил человека, который родился слепым. Он помазал ему брением глаза и сказал, «Пойди на купальню Силаам, и там омойся». То есть именно туда, именно в Силаам. Да, до этого я думал, что это просто купальня. Я не знал, что это ритуальная купальня, причем одна из самых огромных, ведь она расположена у подножия Храмовой горы. Она ведь размером с футбольное поле. Это просто удивительно. Воды доходили там до этой ступени. По этим ступеням можно было войти и выйти из нее. Это просто чудесно. Но вскоре мы рассмотрим одну синагогу, а пока расскажите нам, в какой именно части окрестностей Храмовой горы обнаружили это место. Его нашли у подножия горы Мария, неподалеку от города Давида. Здесь находились государственные здания при царе Давиде. Он сказал, «Вот я живу в доме, а ковчег Завета Господня под шатром. Я хочу построить Богу дом». На что Бог ему ответил, «Ты этого не сделаешь, но это сделает твой сын». Это произошло неподалеку от того места, где был построен храм. Давид был великим воителем и завоевателем. Вы упомянули в своем рассказе один дворец. Знаете, ведь ходят слухи о том, что за тысячу лет до Рождества Христова, или, как еще говорят, до нашей эры, мне, правда, больше нравится говорить «до Рождества Христова», хотя нам часто приходится иметь дело со светскими обозначениями. Так вот, ходят слухи о том, что эти строения очень похожи на строения бедуинов, которые жили к северу от этой области, между горой Мариа и Храмовой горой. Вы сказали, что там находился прекрасный дворец и административные здания. Не просто дворец, но и административные здания. Те люди не были необразованными. Они были такими же, как их описывает Библия. То есть они занимались, у них были науки. Безусловно, они писали множество книг. Так и есть. Когда вы это понимаете, вы понимаете, что в Священном Писании все написано очень точно и истинно. Один человек как-то сказал мне, «Я не сомневаюсь в том, что написано в Священном Писании. Я сомневаюсь в своем понимании. Прекрасно понимаю этого человека». Вы уже говорили о том, что в Иродионе, у Ирода, была своя собственная купальня и своя синагога. Он был в состоянии контролировать все, что происходило вокруг. А потом вы рассказали нам об этой горе. Кстати, что в ней такого примечательного? Эта гора была создана людьми. Создана людьми? Она была создана по приказу Ирода Великого. Он сделал это не просто так. Ведь он, как и все, знал о пророчестве, изложенном в книге Михея. «И ты, Вифлеем Ефрафа, ты, который должен быть владыкою в Израиле». Эта фотография Иродиона, горы, которая была создана по приказу Ирода, сделана из Вифлеема Ефрафы. Это чудесно. И связано с темой нашей программы. Ведь мы идем по древним тропам Израиля. Помните? «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя проклину, и благословятся в тебе все племена земные». Мы уже говорили о Вифлееме Ефрафе. Мы уже говорили о пастушьих полях. Ведь так? Да. Это произошло именно на пастушьих полях. Об этом можно читать в Мишне, которая была написана через 200 лет после Иисуса Христа. Эта книга представляет собой запись устного закона раввинов. За овцами от Вифлеема до Иерусалима смотрели особые пастухи. Этих овец приносили в жертву, и поэтому они были специально обученными пастухами. Это были священные пастухи, раввинские пастухи. Точно, они умели содержать этих овец и знали, когда они готовы стать жертвой Богу, что они достаточно чисты для этого. Это чудесно. Джон, вы упомянули о том, что привозите пастыров в эти места. Вы привозите их и на эти поля? Так и есть. Но гуляя по этим полям, мы помним о том, что они знамениты не только тем, что там родился Христос. Именно там Руфь встретила Ваоза. Именно там его внук Давид пас овец, когда его братья и царь Саул слушали человека по имени Голиаф. Именно туда он и принес еду своим братьям. Именно на это место. Потрясающе, но там произошла эта величайшая битва, битва Давида и Голиафа. Это просто чудесно. Здесь бывал Давид, а еще здесь родился наш Бог Иисус Христос. Чудесно. Ну, давайте обратимся теперь к этой фотографии. Она меня очень интригует. Это пастушьи поля. А здесь мы видим какую-то башню. Больше всего на этой фотографии меня удивляет то, что здесь нет холмов, как у нас на западе. Здесь есть насыпи. Нам открывается прекрасный вид, величественный. Мы можем видеть цельное поле. Все эти насыпи представляют собой поле. Так что же там растили? Джон, расскажите, пожалуйста, что там выращивали? Там выращивали в основном пшеницу, а еще ячмень. Еще там росли оливы, особенно в долинах, ниже и выше. Но еще виноград. Название Ефрафа в переводе значит «плодородное место». Это и есть значение этого слова. На холмах находились площадки для молотьбы. Там молотили зерно. А еще у них были прессы для оливок, чтобы делать оливковое масло. Кстати, а ведь эту фотографию вы сделали именно там. Да, именно в этом поле. Что же тут изображено? Это древний пресс для оливок. В это отверстие раньше вставлялся рычаг, которым можно было раздавить оливковые косточки. Вот так все и происходило. Давайте восстановим этот механизм для наших зрителей. Здесь тоже можно видеть специальное отверстие. Сюда клался специальный стержень, которым давили оливки. Оливки помещали в корзину системой фильтрации, чтобы масло дышало, а потом давили. Был также специальный рычаг, с помощью которого и руководили процессом давления. А снизу вытекало масло. Это просто чудесно. И вот такие механизмы использовались по всей этой местности. Теперь мы понимаем, как делали оливковое масло. Да, это было везде. Там вы можете видеть насыпи и резные камни. Такие места могут нам о многом рассказать. А еще там есть башни. Очень много разных башен. Что это за башня? Это сторожевая башня. Туда могли зайти пастухи, когда были в поле. В этом плодородном месте? Да. Оттуда они могли наблюдать за своими овцами, охранять их и видеть, что с ними все в порядке. В этой местности есть очень много подобных башен. И все это находится в непосредственной близости от Вифлеема. Теперь давайте отправимся в другие земли, чтобы исследовать другие тропы. Еще раз посмотрим на эту башню. Это та же башня, но только поближе. Вы сами сделали эту фотографию. Вы заходили внутрь и видели, что у входа там очень много места. Давайте расскажем, что находится внутри. Там есть спиральный подъем наверх. Чтобы подняться наверх, вам не надо карабкаться по стенам. Вы просто заходите в дверь и поднимаетесь по этому спиральному подъему. Внутри есть помещения, пригодные для жилья. Так вы можете подняться на вершину этой башни. Да. Расскажите, что изображено здесь? Это башня с переднего плана. Но я хочу обратить ваше внимание на вот эти две пещеры. В этой местности есть много пещер. Да, они там повсюду. Если вы представите себе тысячи, а может и миллионы людей, которые шли тогда в Иерусалим во время поста, Вифлеем находится на расстоянии пяти миль от этого места. Им требовалось место, где они могли остаться на ночь. На этой фотографии изображены своего рода гостиницы. Хм, разумеется. Когда в Библии говорится о том, что все гостиницы были заполнены, речь идет, скорее всего, о таких пещерах. Да, они ведь не разъезжали на Мерседесах и Роллс-Ройсах. Так и есть. Они ездили на осликах. У них не было тадж-махала. Так и есть. Это были простые люди, они занимались земледелием. Они были благословлены Богом. Если у вас было полотно, которым можно было занавесить вход в пещеру, и вы могли обеспечить свои гигиенические нужды, то это было самое отличное место для ночлега. В то время люди занавешивали ольковы пещеры, и им этого хватало. Сюда можно было складывать мусор, и еще очень важно было, чтобы у вас была вода. Вот почему неподалеку отсюда течет небольшой ручей. Расскажите подробнее об этих людях. Я очень заинтригован. Давайте перейдем к следующей фотографии. Тут можно увидеть их поближе. Да, здесь вы можете видеть эти пещеры поближе. А на этой фотографии вы можете видеть меня на фоне пещеры. Как вы видите, в такую пещеру могли поместиться много человек. Они могли найти себе приют в этой пещере, когда направлялись молиться в храм во время поста, или же когда направлялись в гости. А еще на этой фотографии видны контуры еще одной пещеры. Это что такое? Небольшая комнатка в этой гостинице. Мы не знаем точно, что это. Мы можем видеть только ее контуры. Мы знаем только то, что эта пещера осталась с тех времен. Давайте пойдем дальше по этим древним тропам. На этой фотографии можно видеть пещеру еще ближе. Мы видим, что находится внутри. Как видите, здесь есть ходы в другие помещения. Это та же самая пещера? Да, та же самая. Понятно. Я просто хочу показать вам, как все это выглядело на самом деле. Это помогает нам лучше понять, как все это выглядело тогда. Тогда люди останавливались совсем в других местах. Именно в таких местах люди находили себе приют во времена Марии и Иосифа. И это было вполне нормально. Да. А теперь давайте обратимся к этой фотографии. Лично у меня она вызывает очень сильные эмоции. Джон, кто эти люди на фотографии? Я предполагаю, что это вы координируете этих людей. Так и есть. Я вижу среди них своего друга Байрона Стинсона. Что же держат в руках эти люди? Они держат в руках свиток Торы. Как видите, он очень длинный. Этому свитку порядка 500 лет. Тут еще есть Моше Бронштейн со своей семьей. Он ездит со своей семьей по всему свету. И вот он в Израиле. Так и есть, они стоят на площадке для молодьбы. Она находится на том же поле, в той же области. Возможно, именно здесь Руфь встретила Ваоза. Кстати, я в это сам очень верю. И на то есть целый ряд причин. Насколько я помню, в этой стороне находится основное зернохранилище. Я сам бывал внутри него. В нем тоже есть такие же альковы, как и в этой пещере. Но в нем всего одна дверь. В таком хранилище ночью зерну ничего не должно было угрожать. Им владели сначала Ваоз и Руфь, а затем Авид, Исей и, наконец, Давид. Что бы там ни случилось, это наверняка вошло в историю. Но на этой фотографии интерес представляет не только зернохранилище. Давайте расскажем, что находится на этой части фотографии. Расскажите, что это такое. Там те, кто работал на площадке для молодьбы, на которой мы стоим, скорее всего, оставляли своих животных. Например, косы и других животных. Но вы наверняка видите здесь ниши. В этих нишах содержали голубей. О, это очень важная деталь. Да, невероятно важная деталь, потому что такие же отверстия для содержания голубей можно найти и на вершине холма, где жил Ваоз. Да, он мог спускаться на это поле, ведь он жил на вершине холма в древней деревне Гело. Голубей же, насколько мы знаем, в древние времена использовали в качестве почтальонов. С помощью голубей можно было очень удобно передавать друг другу разные послания. Кстати, почему? Да потому что это было всего в четверти мили от Гело, место, где жил Ваоз. На те времена он был очень состоятельным человеком, но он тратил свое состояние совсем не так, как Ирод. Мы уже рассказывали вам о том, что Ирод построил целую гору. Вернее, не он сам, а другие люди. Я уверен, что сам он и пальцем не притронулся хоть к одному из камней, но все же эта гора была построена. Это монументальное строение. Он был великим строителем, то есть, я хочу сказать, он умел очень хорошо руководить теми, кто строил. Он был своего рода фараоном и страдал манией величия. Ваоз же был совсем другим человеком. Во время сбора урожая он занимался тем, что помогал сохранить зерно на будущее. Он спал у двери зернохранилища, когда туда пришла Руфь. Возможно, это было в том самом месте, которое запечатлено на фотографии. Деревня Гело находилась где-то в четверти мили от этого места. Там был его дом. В этом загоне содержат кос, а также голубей. Вы наверняка понимаете, что это место выглядело тогда совсем не так, как выглядит сегодня Вифлеем. В этой местности жили пастухи и их семьи. Несмотря на их священные обязанности, они тоже были простыми людьми, как Мария и Иосиф. А еще мне кажется, я не уверен, мне просто кажется, что одного из голубей, содержащихся там, принесли в жертву по истечении 40 или 80 дней, ведь голубей тогда тоже приносили в жертву. И произошло это, вероятно, в этом самом месте. Мы не можем этого доказать, но в этих камнях находились специальные отверстия для содержания голубей. С ними либо передавали разные послания, либо приносили их в жертву в храме. Обычно они были здесь. Для меня это место является одной из важнейших древних троп Израиля. Это место, которое говорит о многом. Это наша история, и мы должны ее знать. Скажу вам даже больше. В четвертой главе книги пророка Михея упоминается башня стада, к которой придет царь. Вы видели, что на этом поле есть очень много башен. Ни одна, ни две, их очень много. Да. И среди них должна была быть одна особая башня, башня стадо. Мы не утверждаем, что она находится здесь. Так и есть, потому что она была разрушена римлянами в 7 веке н.э. Потом ее восстановили, но 500 лет назад ее разрушили турки. Но вернемся к этой башне. На еврейском она называется Мигдал-эдэр. Это очень важный факт. Расскажите нам поподробнее об этой башне. Разумеется, это только догадки, но мне кажется, что это место связано с теми самыми пастухами, которым явились ангелы. Чтобы рассказать им о рождении Христа. Когда они услышали о том, что родился Спаситель, им сказали только, что они найдут его в пеленах, лежащего в яслях. Так и было. Ведь смогло быть и так, что они знали о каком-то особом месте, где его надо было искать. Они могли это знать, потому что их научили этому раввины, ведь эти пастухи играли очень важную роль. Они растели овец, которых приносили в жертву. Мне кажется, что это не просто ваши домыслы. Это очень похоже на правду, ведь этой башни не существует. По крайней мере, ее два раза разрушали. Но в Библии ведь сказано, «А ты, башня стада, к тебе придет, и возвратится прежнее владычество. Когда-нибудь оно возвратится туда вновь. А теперь давайте посмотрим на эту фотографию. Она мне очень нравится. Вы ее сами делали. Это те самые пастушьи поля? Да, здесь фотографирован современный пастух и его стадо на этих самых полях. Чудесно! На этой фотографии видны не только пастушьи поля, но и заградительные насыпи. Они сделаны для того, чтобы козы и овцы не разбегались. Там огорожена целая долина. Это специальные заградительные насыпи. Верхний слой почвы на них образовался в течение десятков и сотен лет, поэтому там можно растить оливы. Это просто чудесная задумка. Мне она очень и очень нравится. Не чудо ли, что это поле существует тут уже много веков? Да, это чудо. А сейчас давайте подведем итоги нашей сегодняшней программы и вернемся к письму Рона из Иллинойса. Это поле, это место, это башня стада. Когда Бог отменил наказание Аврааму и вернул ему Исаак, это наказание тоже связано с этим местом. Оно играет очень важную роль. Библия вас тоже может в этом заверить. Вопрос, который мы уже зачитывали, но так и не ответили на него целиком, звучит так. Распространяются ли благословения, данные Израилю, даже на светскую жизнь? Как вы знаете, Израиль не принял Мессию. Но однажды Израиль примет Мессию целиком и полностью. Но Бог хранит и защищает Израиль, и для этого сохранения требуется процветание. Сейчас у меня в руках небольшая статья об одной изумительной стране. Я рассказывал вам о ней на прошлой программе, и теперь хочу дополнить свой рассказ. На Ближнем Востоке уже многие века растут финиковые пальмы. В среднем они вырастают по 20 футов. Каждая пальма приносит по 48 фунтов фиников в год. Израильские же финиковые пальмы приносят по 400 фунтов фиников в год. Их можно собирать, либо стоя на земле, либо стоя на небольшой лестнице. Это просто невероятно. Сейчас я расскажу вам еще один интересный факт. Израиль по территории опережают сотни стран. Ее население — это 1% от всего населения из Земли. Но этой стране удалось сделать следующее. Здесь был разработан мобильный телефон. Он был разработан израильским подразделением компании «Моторола», у которой в Израиле есть крупный исследовательский центр. Большинство версий операционной системы Windows были разработаны компанией «Майкрософт Израиль». Процессор Pentium MMX был разработан в израильском подразделении Intel. Если у вас есть компьютер, то вы должны знать, что такое Pentium. Это современные технологии. Бог все еще держит эту страну в своих руках. Он хранит эту невероятную маленькую страну. Голосовая почта была разработана в Израиле. «Майкрософт» и «Циско» разрабатывают часть своих продуктов за пределами Америки в Израиле. Программа мгновенного обмена сообщениями «Аол Инстант Мессенджер», которая используется в ICQ, была разработана в 96-м году четырьмя молодыми израильскими учеными. И таких примеров очень много. Израиль всегда был и навсегда останется страной, которую благословил Бог. И на это есть свои причины. Израиль явил миру знания об истинном Боге. Израиль явил миру Священное Писание, которое подарил ему Бог, и израилетяне сохранили его. Израиль явил миру Мессию, царя царей нашего Господа. «И знаете ли вы что? Он подвергся мукам, умер за наши грехи. Воскрес из мертвых, и теперь он стучится в дверь вашего сердца. Не могли бы вы сейчас помолиться вместе со мной? Просто повторяйте слова этой простой молитвы. «Господь Иисус, я знаю, что Ты Сын Божий. Я знаю, что Ты умер за меня и воскрес за меня. Я хочу, чтобы Ты вошел ко мне в сердце. Господь Иисус, я открываю себя для Тебя. Войди же в мое сердце и поселись в нем. Я буду служить Тебе целую вечность». Программа «Сотворение в 21 веке» была спонсирована компанией Trinity Broadcasting Network. И только благодаря вашей поддержке эта программа продолжает выходить в эфир. вы можете написать нам по адресу, указанному на экране. Тебе целую вечность. Сотворение в 11 веках тр Tails